Приветствую вас, друзья! Я Донис, мы продолжаем проходить Assassin's Creed Mirage. Восток дело тонкое, но красивое и атмосферное. Живописное и очаровательное, вот эпитеты, которые надо запомнить. Нам надо обыскать заставу у Харасанских ворот. Предлагаю также дождаться ночи и действовать. И переодеться. Дурная репутация все-таки хуже, чем тихие убийства. Ну, в общем, этот костюм все-таки мне больше нравится. Он подходит сюда лучше. Бесхозный осел с хлебом, с лепешками, кстати. Они же испортятся, пока он тут стоит. Где хозяин? А тут все ослы какие-то сами по себе. Как будто какая-то отдельная раса. Наблюдатели, как в Mass Effect. Помните? А, возможно, тут то же самое в конце будет. Хе-хе-хе. Вот. Тут можно промотать время. Прикольно реализовали. Довольно просто можно перематывать. Но не в любой точке. Иначе бы это влияло на геймплей. Отрицательно. Ты посмотри ночью, сколько народу. Обалдеть. Это, наверное, центральная площадь города. Ну, одна из. Не-не-не, это окраина. Но я думаю, это важная площадь, потому что она рядом с побережьем, портом. Поэтому очень важное место. А тут что такое? Сложности при наследовании. После гибели халифа его престол сразу же должен был занять преемник. Но порой выбор наследника оказывается непростой и опасной задачей. В империи аббасидов были установлены четкие правила наследования. Каждый мужчина из правящей семьи теоретически мог стать халифом, если его поддерживало достаточно влиятельных людей в правящих кругах. Из-за этого после смерти халифа могла начаться борьба за власть между претендентами на престол, а также их сторонниками в войсках и среди чиновников. Достаточно важной составляющей таких конфликтов был и гарем, в котором жили родственники и дети халифа. И где тот обычно пребывал перед смертью. Да, тут тонкости всяких интересностей дофигища. Ничего выдумывать не надо. Никакого фэнтези. А этих можно нанять, да? Но у меня нету ресурса. Такой фонтанчик, а? Прелесть. Ночью. Хотя там жарко и ночи. И тут нельзя орлицу запускать. Блин, какие вы подозрительные. А, это мой конь. Ну, как мой. Прибежал сюда. Ага, подняться можно. Ну, тут прямо как будто приглашают. Ой, не та кнопка. Обратите внимание на все звуки вот эти в игре. Все анимации. Все до такой степени приятно сделано, вылезано. Это дарит приятные эмоции от игры. Быстро ходит, зараза. Здесь для тебя ничего нету. Как-то нет. Есть, вот. Ага, сюда, видимо. И осел бегает. Хе-хе-хе. Энки-ду, так ее подстрелят, нет? Что ты видишь? Ага. Подслушайте разговор. Запретная область. А подслушать как? Подойти, наверное, ближе надо сначала. Так как? Я нажимаю. Прямо надо подойти, что ли? Не пойму. Нет, ну кусток же есть. Я такое уже видел. Вы с писарем когда-нибудь поладите? Не думаю. Он считает, что вправе распускать язык просто потому, что выше по должности. Если он еще раз перейдет мне дорогу, я его убью. И кто тогда будет вести списки заключенных? Ты что ли? Ты даже наручи застегивать не умеешь. Не то что писать. Если так, мы избавимся от этого пустозвона. Я с радостью научусь. Ну ишь ты какой. Ты не пройдешь. Хе-хе-хе. Одного с собой забрал. Так, а кто тут рядом? Блин, постоянно не ту кнопку нажимаю. Я их просто поменял. Могут заметить. Ну иначе очень сложно будет пройти. Надо нейтрализовать. И в сено. Все по науке. Как бы туда пролезть? Попробуем через верх. Давайте сначала сверху тут. Да блин. Сверху. Уберем, ребят. Силен, басим. Как он четко работает. Костяная пуговица. Ага. Там еще один стоит. Ага. Можно ножом воспользоваться, кстати. Можно ножом воспользоваться, кстати. Они так и будут стоять? Блин. Хорош. У нас с самого начала довольно сильный персонаж. Прокаченный. Берхэм. Так, а что там было написано? По-моему, так же подобрать. А верхних я не обобрал? Ну-ка. Сейчас посмотрим. Подобрать. Не, подобрать это именно труп. А когда можно обобрать, что написано? Надо будет обращать внимание. Вон, видимо, проход. Это он сюда смотрит. Ага. Ааа, знак торговли. Нифига себе. Чтоб взломать сундук даже. Сурово. Похоже на комнату писаря. А где ключник? Вон, вижу. Ох, их тут много как. Колокол, кстати. Ага, отлично. Похоже, это писарь. Этот сейчас отвернется куда-нибудь? Не хочу рисковать. Я это придержу за тебя. Ага. Какой заботливый. Писаря убили. Теперь получается стражник доволен будет. А, стражника мы тоже убили. На том свете порадуется. Вместе с писарем. Все собираем. Хозяйстве все пригодится. Вы вообще представляете, какие тут сложные взаимоотношения были? Тонкие материи, всякие друг на друга сердились. Пришел Басим, всех убил и все. Список тюрем. Каждая со своими метками. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Может, можно почитать? Коллекционные предметы, кстати. Аксумский амулет. Кожий мешочек с волшебным порошком, который носят на шее. В древности, согласно персидскому пророку Мани, Аксумское царство было одной из великих держав народу с Римом, Китаем и Персией. Примерно в 7 веке и начался упадок царства. Возможно, этим заинтересуется дервиш. Отнесите добычу. Ну, понятно, добыча для дервиша. Одна из трех. Сюда мы уже не выйдем. Так. А я рискну. Не увидит меня. А что? Где я вообще? А, он залез в туалет. В эту палатку. Не думаю, что это туалет. Хе-хе-хе. Что тут еще интересное есть? Ножи. Там сундук. Ну, скорее всего, с ножами тоже. Ага, там еще кто-то. А как туда внутрь попасть? Отлично управляется. Знаете, поработали они над управлением. Отдыхай теперь. Ты свое отработал. Вот, полезный хлам. Ну и бруски стали. Все, можно уходить. Возвращаемся в контору. О, зараза! Зараза, села идея уже. Как собачка подзывает. А че он не слышит? А, можно сильнее дуть. Чем дольше нажимаешь. Ха-ха-ха. Тем же путем уходим. Все, отлично. Прекрасная работа. Агент Басим 007 в ударе. Я не могу. До какой степени тут все вылезано? Это просто прелесть. Ну и, конечно, новый монитор добавляет красок. Потрясающе все смотрится. Играется. Один пока что раздражающий момент у меня был. Это то, что камера начинает сама поворачиваться. Когда я персонажа поворачиваю. Вот, видите? Вот это я не люблю. А так. Все остальное отлично. Гулять ночью по крышам. Что может быть лучше? Правда, это обычно коты делают. Басим прямо как кот. Пойдем по улицам. И он нормально спускается. Теперь, когда зажимаешь контрол, он не через руки, а перепрыгивает. Именно вот как хочется делает. До этого он на руках опускался, а потом спрыгивал. Ну, то есть не он, а его предшественники. Вот просто прислушайтесь. Эти ночные звуки, всякие насекомые. Пение. Люди что-то там говорят. Просто потрясающую атмосферу создают. И тут ослы втроем сразу. Нифига себе. А, ну вот минус. Могу придраться. Заходим на кнопку в карту, а чтобы выйти, эту же кнопку нельзя нажать. Что за бред? Надо до эскейпа тянуться. Вы понимаете? Я специально назначил карту на кнопку мышки дополнительную. Это очень удобно. Под рукой. А чтобы выйти, надо на эскейп нажимать. Ну что за бред? Я просто вот не понимаю. Ну как так? И клавиша M, которая по умолчанию, тоже не выводит. Ну казалось бы, но это логично. Так знаете, ты заходишь в дом на ногах, а выйти на ногах не позволяет. Становись на руки и выходи уже на руках. Почему так? Ну, так мы и сделали. Странный момент. В некоторых играх такое бывает. Очень странно. Рошан и Фулатх наверняка захотят обо всем узнать. А вот и контора. Это наши люди стоят? Ну-ка посмотрим. Это ассасины типа незримые. Ну, кстати, наряд такой особенно неприметный. Что логично. Это кого он тут кормит? На крыше. Странный он какой-то. Палится. На месте Али я бы сделал то же самое. Любое войско не сильнее слабейшего из воинов в его рядах. Ассаламу алейкум, Басим. Алейкум ассалам, Ахмад. Легок ли был твой путь? Я Абу Джафар. А, да, извини меня. Что-то случилось? Пока нет. Но мы узнали, что Али добивался сделки с Нуром. Чтобы в обмен на его помощь мы согласились снабжать повстанцев. Орден мешает ему, но Али твердо нацелился на халифат. Он захочет, чтобы мы поддержали эту сделку. А что за вести принес ты? Наша цель Аль-Гуль. Он использует заключенных в раскопках в окрестностях Бангдада. Али и часть его людей были схвачены и получили метки. Беши и я освободили их. Но Али увезли куда-то еще, чтобы допросить. Один из повстанцев показал мне свою метку. Если здесь написано «Правда», Али отправили в тюрьму у Дамасских ворот. Где теперь эти повстанцы? На водяной мельнице в северных предместьях. Я отыщу их. Посмотрим, что еще мне удастся узнать об этой сделке. Найдите Али. Тюрьма у Дамасских ворот самая охраняемая в Багдаде. Нам предстоит очень нелегкая задача. Я разузнаю, что да как. Жди меня у главных ворот тюрьмы. Задержишься ненадолго, Басим. У меня есть кое-какие соображения. Я тебя слушаю. Во-первых, здесь на доске собираешь сведения, добытые в городе нашими лазутчиками. Поглядывай сюда. Во-вторых, в округе много материалов для улучшения твоего оружия. Найди кузнеца поблизости, он тебе поможет. И, наконец, если захочешь усилить снаряжение, с этим ко мне. Приноси материалы, а я посмотрю, что можно сделать. Так любой подмастерье это сделает. Улучшение инструментов. Вот только сейчас знакомят. Каждый инструмент можно улучшить и персонализировать. А-а-а, понятно. Не просто одежду. Даже факел. Дальность 10 метров. Будет на 100 метров полыхать. Прямо как... Достанет факел, там сверканет, как сверхновое. Все ослепнут. Покруче флешки из контры. Вот ножи. Классная штука. Три улучшения. А-а-а. Три варианта. То есть надо выбрать, я так понимаю. Вот. Можно разблокировать. Потратив ресурсы. Уровень первый. И, наверное, только одно можно выбрать. Я правильно понимаю? Боезапас на два ножа. Дальность. Урон. В голову все равно убивает же, да? Давайте дальность, наверное. А менять можно? Можно. Вот это круто. Попробуем сначала дальность увеличить. 27 метров. А так? 18. Порядочно. Еще много инструментов будет. Тыква какая-то. Изобретателен, как всегда. Благодарю, Абу Джафар. Правильно назвал имя? Хе-хе-хе. Улучшение снаряжения. Еще можно улучшить? Али-Ибн-Мухаммад. Фуладх отправился искать путь в тюрьму у Дамасских ворот. Нужно с ним встретиться. Но сперва, пожалуй, стоит отыскать этого кузнеца. Улучшения, которые он предложит, могут оказаться полезными. Да, так оно и есть. Тут ничего больше нет? Надо проверить на всякий случай. Не, ничего. На пробел пропускать, да. Потрясающее приобретение. Брат Фуладх. Я бродил по книжным рынкам и нашел Джамхарат Ашар Аляраб. В ней есть те самые стихи, что Кааб Ибн Зухаир прочел самому пророку. Пророк же был так тронут, что набросил на плечи Ибн Зухаира свой плащ. Еще никому из поэтов не оказывали такую честь. Заходи ко мне, и я прочитаю эти стихи тебе и твоим друзьям. Твой брат по тени Табит. Да, Багдад уже был очень развит в то время, смотрите. Такой прекрасный город. Ну, некоторые тут приукрасили, многое не знают. Темнокожих, я думаю, тогда тут не было. Крайней мере в таком количестве. Но, тем не менее, архитектура, устройство общества, стихии. Это же прекрасно. Если они будут использовать реальные стихии с тех времен, то это просто кайф. Композиторы провели абсолютно потрясающую работу в этой игре. В принципе, у них в Ассасине всегда это на высоком уровне. Но что-то тут мне особо нравится. Доска контрактов. Прямо как в Ведьмаке. В Ведьмаке хорошие были задания, очень крутые. А тут торгуют с оружием. Торгуют с оружием. Союзник повстанцев скрывается от властей. Проводите его в безопасное место. Посмотрим. Если это будет неинтересно, подрежу. Поэт-сатирик. Скорее всего, это тупые задания будут. Кража лодки. Наложница, ну-ка. Наложницу халифа, тайную собиравшую сведения для повстанцев, доставили во дворец принца, чтобы допросить. Убейте того, в чьи руки она попала. Ковер прикольный. Взято несколько, много контрактов, скажем прямо. У нас все так же ночь, ну и хорошо. Ночью работает лучше всего. Это настоящее время ассасинов. Или время настоящих ассасинов. А, вот кузнец. Про него говорили? Хорошо, что они в любое время работают. Это помните игру Kingdom Come? Как там приходилось ждать постоянно. Когда торговцы проснутся. Ну, работай давай. Лентяй. Не подметай, а торгуй со мной. Это скотина. Мир тебе, друг. Приветствую, господин. А, ну это обычные. Ну, теперь мы можем улучшить. А что там в цене написан свиток? Давайте улучшим. Еще внешний вид есть. По рукам. Ух ты. Красиво как сделано. Все, больше денег не хватает. Нашел, что искал? Да. Я должен идти. Пожалуйста, идти с тобой. А где эти задания, которые я набрал, вторичные? Наложницы. Давайте это задание выполним. Что-то мне кажется, оно самое интересное будет. Если уже задание про наложницу будет неинтересное, то точно вторички не будем выполнять. По крайней мере, на запись. Так, где она там? В эту сторону. Этого дворец надо будет принца проникнуть. Вот скотина. Это они прикольно придумали. В таких опасных местах стрелки есть. То самое место. Энки-Ду не может прийти на помощь. Творец принца. Ого. Тут есть чем поживиться. Самое богатое место. Во всем городе. Это хороший проход найти. Вот он. Как специально для нас. Уже утро. Плохо. Карту изучал. Стрелок. Понятно. Опасно тут. Придется искать. О, как усложнили ситуацию. Убейте капитана. А, с наложницей мы вообще общаться не будем. Просто убить капитана? Не получить урона. Ну, это такое. Ага. Вон он. Я слышал, ее любимица оказалась лазутчицей. Быть может поэтому ее посадили под замок. Ага. Вот. Надо залезать на башню. Чтобы убить лучника. Только не падай. Надеюсь, его не увидят там. Теперь Энкиду никто не помешает. Все идеально. Так. Делаем все по науке. Не так просто. Вот моя цель. Ах, заметит сейчас. Все? Припрятать бы надо. Вот. Подобрать было написано. Видели? Должно быть два разных слова. Чтобы понимать, когда можно обобрать лут. А когда можно поднять его. Это тупо. Копье осталось. Надеюсь, они не сообразят. Эх, ключ нужен. Знайте свое место, мятежники. Посторонись. Ну, залезай наверх. О, прекрасно. Его нам надо убить. Сначала надо подготовить все. Расчистить площадку. Их очень много. Блин, будет непросто. Серьезное задание. Посмотрите на это. Просто потрясающая вода. Идеальная. Великолепие. Если я получу ответы на мои вопросы, больше никому не нужно будет умирать. Четенько, да? Дальнего ножом, переднего. Клинком. Видите, непонятно. Кто нам еще может помешать? Все? Мы все расчистили? Ага, вижу. Залезть можно? Ага. Залезть можно? Ага. Залезть можно? Залезть можно? Боезапасы сяк. А его нельзя было так убить. Собака. А он проверит. Сто пудово проверит. А-а-а! Смотрите, какая прелесть! Иди со мной. Прекрасно. Вот это кайф. Засов. Так, нам нужен ключик. Это просто подобрать. Тенек. Это солнце припекет. Схема улучшения костюма. Уставшего зинджа. О, как. То есть ресурсов недостаточно. Нужна еще схема. Как-то не густо тут получилось. По ресурсам. Это ножи вторкнутые. Понятно. Все, можно уходить. Прекрасно. Задание выполнено. Но я теперь понял, что это хрень. Скучные дополнительные задания. Как там F3? Обалдеть. Просто обалдеть. Посмотрите на эту картинку. Вот так красиво получается. У нас справа лодка. Там город открывается. Блин, это просто невероятно красиво. Да, с ума сойти. Наше расследование. Тут получается закончено. Контракты здесь указаны. Ну, контракт это хрень. Теперь мы знаем. А давайте попробуем один артефакт отнести. Может его достаточно ему будет? Как правило, первое задание такое, простое. Чтоб чисто показать, как все работает. Нифига себе допрыгнул. Еще анимация помогла. Очень насыщенные локации. Посмотрите, сколько деталей всяких. Просто с ума сойти. Учитывая это изобилие, оптимизация хорошая. Здравствуй. Надеюсь, ты не ударил в грязь лицом. Нет, одного артефакта ему недостаточно. Ну ладно, навести ли хотя бы. Значит, идем к Алиибен Мухаммаду. Ну, пока что с Фулатхом встретиться надо. Ага, вот здесь вот. Надо точку открыть будет. Им надо было сделать, ну, максимум две башни на город. Этого достаточно было бы. Они просто уже достали всех. Я вспоминаю старые части Assassin's Creed, когда я открывал эти башни. Особенно после середины игры, когда они уже достали. Я все это вырезал. С грустью и тоской добегал, поднимался. Никакого удовольствия. Ну, они заставляют мир посмотреть, единственное. Но мы по сюжету и так по миссиям его видим. Если грамотно квесты выставлены, то мы и так мир видим. Доп-квесты для этого существуют. А что это на золотое такое? Новый артефакт. Отлично. Пробуем. Ты смотри, какая у меня реакция. Кто бы мог подумать? А что там такое, интересно? Буддистская вативная табличка. Декоративная табличка, используемая при вознесении молитв или благодарности. Эта табличка была изготовлена во времена династии Тан. И на ней изображено множество буд. Таблички оставляли в священных местах и святилищах знак почета. Возможно, этим заинтересуется Дарвиш. Ну, понятно. Еще один артефакт остался. Ну да, как я и думал, будем постепенно находить. Вот наша башня очередная. Большая мечеть. Можно изучить, кстати. Столпы ислама. По сегодняшним представлениям, ислам основывается на пяти столпах. Ключевых верованиях и обычаях, которые в некоторой степени разделяют все мусульмане. Ну, все зачитывать не будем. Но вот есть такое выражение, атмосферная игра. Это очень размытая. Но вот эта игра абсолютно подходит под это понятие. То есть, она до такой степени вдохновила меня атмосферой этого исламского мира древневосточного. Я просто сижу и кайфую. Очень сильно тут музыка и звуки влияют. Ну, и детализация мира тоже. Графика, все это, работа художников. Даже без особых диалогов. Я просто по улицам бегаю, слушаю звуки и проникаюсь. Ааа, тут надо запрыгнуть. Пропрыгнуть. Ну, зараза. Заставляю думать. И наконец-таки он нормально залезает. В башне. В окна. Потому что в предыдущих частях были проблемы с этим. Я помню, как за Эйваром учился. Тут все идеально. Куда я нажимаю, туда он двигается. Прекрасно. Кайф. Вот, посмотрите, люди везде ходят. Раньше в таких местах... ...их убирали. Максим фигурки ставили такие простенькие. На один объект интереса. Ну-ка. Очень хреновый масштаб настроен. Смотрите, тут далеко. Тут очень близко. Ничего среднего нет. Ну, это хреново. А некоторые вещи появляются только при таком приближении. Тупо. Ксичок такой. Конюшня есть. Можно купить скакуна. Но у нас денег пока немного. Я думаю, нас познакомят со всем этим. Ну что ж, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. И оставляйте комментарии. Мамуш, килеток.